Благотворительный фонд «Линия жизни» создал уникальный проект «5.15.5». В нем объединились подопечные фонда, благотворители, геймеры и стримеры. Лидеры игровых сообществ, стримеры, поддержали проект и приняли активное участие в стрим-марафоне, стали цифровыми волонтерами. Проект получил невероятный отклик в игровой среде. С каждым днем к нему присоединялись все новые участники, от начинающих стримеров до суперизвестных. В итоге организаторы даже продлили марафон еще на неделю. Марафон проводился по формуле «5.15 умноженное на 5». Все донаты, собранные во время стримов, партнер проекта «Х5 Групп» увеличил в пять раз, направив в фонд полученную сумму – 10 миллионов рублей – на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для маленьких пациентов НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина. Фонд «Линия жизни» не только собирает средства на передовые медицинские программы, но и сам в своих коммуникациях использует передовые технологии, такие как метавселенную. В метамире фонда, созданном специально под проект «5.15 умноженное на 5», состоялось знаковое событие. Знакомьтесь, это Руслан и Варя. Сейчас оба являются подопечными фонда и благодаря его программам получают необходимое лечение. Сегодня они в гостях у «Линии жизни» и принимают участие в первой встрече подопечных фонда со своими благотворителями в метавселенной. Проводником в этом путешествии стал Иван Жестков, продюсер и ведущий единственного российского киберспортивного телеканала «Е». Именно он собирал телевизионный благотворительный эфир в рамках проекта. Остальные участники, стримеры и организаторы «5.15 умноженное на 5» ждали ребят в метавселенной. Уникальное по значимости событие прошло весело и задорно. Ведь именно такие эмоции вызывают игры. Все посетили капсулу добра, заложенную в метавселенной в день старта проекта. Удивлялись волшебной роще Х5, где в цифровом мире выросли хлебные, молочные, овощные и фруктовые деревья. Рассматривали себя в зеркала. Ведь метавселенная — то место, где ты можешь примерить любой образ. Примечательно, что все участники стремились выглядеть так, как они выглядят в реальной жизни. Но вот геймеров было видно сразу. Они не могли устоять на месте и задавали бодрый темп встречи. В аллее цифровых волонтеров и гостей ждал мини-музей игровых устройств. От первых автоматов до шлемов виртуальной реальности. Кстати, Руслан и Варя получили незабываемый иммерсивный опыт, посетив метавселенную фонда в VR-шлемах. Проект 5.15 умноженное на 5 показал, что неважно, в какие игры вы играете. Казуальные, где кормите на ферме коровок и козочек, или в шутеры, где в руках у вас оружие, и вы участвуете в боях мчасть на танке. Важно, что у вас внутри, сколько позитивных эмоций, эмпатии и готовности делать добрые дела. Ведь помогать правильно, просто, приятно, полезно.